Дарю небесный, утешитель в душе истинных, Иже везде сын, и вся исполняй сокровище благих, Ижи-ди подателю, предисти лисянны, Иначе стены, и всякие осквены, Испать си блаже души нашим. Благословляйте! Володь, благословляйте! Отец наш небесный, просим Твоего благословения вникнуть в Слово Твое живое и действенное поныне. Путеводи нас Духом Твоим, святым, чтобы не было противоречий, Чтобы мы никак не могли оскорбить Духа Твоего Святого. Хвала Тебя, Отецственный Святой Дух! Аминь! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Так, скажите там на улице, чтобы зашли, Там, которые, как ты наберешь, а потом скажи наберешь. Евангелие от Марка, 4 глава, 21 по 23 стихи. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы ставить ее под сосуд или под кровать, Не для того ли, чтобы подставить ее на подсвечники, Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно, И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование. Здесь Господь научает апостолов быть светлыми по жизни и поведению. Как светильник поставляется для того, чтобы светить, Так и ваша жизнь, говорит, будет видна всем. И все будут смотреть на нее. Поэтому старайтесь вести жизнь добрую, Ибо вы поставлены не в углу, Но служите светильникам. А светильник они скрывают под кровать, Но ставят на виду, на подсвечник. И из нас каждый есть светильник, Который должен быть поставлен на подсвечник, То есть на высоте жизни по Богу, Дабы мог светить и другим, А не под спудом чревоугодия и заботы о пище, И не под кроватью бездействия. Ибо никто, занятый по печеньям о пище и преданной лености, Не может быть светильником, Светящим своей жизнью для всех. Что бы кто ни делал в тайне доброе или злое, Все обнаружится и здесь, А особенно в будущем веке. Что было сокровение Бога? Однако и Он явился по плоти. Можно? Вопросы у кого-то есть? Вот есть. Пожалуйста. А если тут что-то не все, Даже кто пришел, кто-то остался. Я хотел сказать, Вот насчет, Тут говорится о том, Что нужно вести жизнь добрую. Добрую жизнь. Как понять добрую жизнь? Ну не то, что добрую, Такую полную, Такую насыщенную. И это тоже подходит, Если это духовное все. Но о доброте идет речь. Есть о зле, Есть о доброте. Вот есть такой фильм, Называется, По соображениям совести, Американский. И там сюжет такой, Идет Вторая мировая война, С японцами, Американцы бьются на каких-то там островах. И парнишка один хочет, Сильно в армию. А начинает его спрашивать, А он оружие не хочу брать. Его спрашивают, Ты что-то непонятно, Ты в армию хочешь, А куда? Он медбратом. Но тебе нужен автомат, Чтобы защищаться. Не надо мне. Я медикаментов возьму с собой, И буду лечить, Там раненых и так далее. Еще не знаешь, Что дальше-то будет. И они с ним все воюют, Бьют его. Что ты над нами издеваешься, что ли? Хочешь на войну? Это ты специально, что ли, делаешь, Для того, чтобы себе авторитет какой-то поднять? У тебя это не выйдет. Опять, офицеры тоже против. Но кто-то задумается, Все-таки у них верующие люди есть. Революции у них не было, Как у нас. Они не атеисты полностью. И в конечном итоге Принимает его в армию. А он начинает не просто лечить, Когда начинается бой. А он начинает со скалы спускать. Все убежали, Отступили. А японцы добивают раненых. А он кого можно раненых, И на веревке спускает, спускает. Японец попался, Он японца перевязал туда же. И там спрашивают, Говорит, уже полный лазарет, Этих раненых. Говорит, а кто там спускает? Говорит, не знаем. Но и японцев тоже спускают. Мы, говорит, тут всех подряд лечим этих раненых. Вот что вера делает. А он оказался, Этот, Мормон парень. Ну, Знаете, Такая секта из Мормонов. Они тоже Христа признают за Бога. Это все-таки не свидетели Иеговы. Вот оно, Где доброта. Живите по-доброму. Вот человек спасает, Оружие не взял. Вот почему Православие для католиков, Это самая поганая религия. А для нас католицизм, Самая поганая религия. А для протестантов, Самая поганая католицизм. И протестантов тоже мы туда же запихли. Почему? Потому что мы в своей стране, У нас религия, Ну, Православная церковь занимается тем, Что поставляет в войска солдат. Мы освящаем, У нас священники освящают бронепоезда, Освящают танки, Крестят солдат, Чтобы их не убила чужая пуля. Для чего? Защитить наши пенаты родные, Нашу страну. А у американцев точно так же, Ихние там попы освящают, Священники их. А у католиков католические, А где добро, Которым Христос говорит, Сегодня мы читали. Ибо Отец небесный поступает так, И солнце посылает, И дожди, И на злых, И на добрых. Почему мы-то так не поступаем? Тогда люди бы посмотрели на нас, Сказали, Да они правду делают, Они поступают по закону Христа, А мы не можем это показать. В православии. И в нашей общине-то мы не можем это показать. Только тогда люди начинают о чем-то задумываться, Когда слышат информацию, Что наши братья не брали в руки оружие, И не стригли, И не брились. Тогда задумываются и говорят, Как так? Но мы до конца стараемся Вложить в наших братьев Сознание, Что нужно до конца исполнить Христовые законы, Заповеди, Которые он показал нам. Иначе это не будет рождение свыше. Я хотел вопрос задать, Что вы сами, Когда читаете Евангелие, Ну, первый раз, Может быть, уже забыли, Как считали, И сегодня, Когда читаете, Разница есть В чтении вашем? В отклике начитаемое В разуме, В сердце, Каждому вопрос. Ну, когда ты первый раз слышал? Я вот в 23 года первый раз слышал. 57 лет прошло. И мне кажется, Я ни разу, А Библию насчитал только для интернета Два раза. Полностью, От корки до корки. В 90 часов. В 89 и в 54 минуты. И мне кажется, Я ни разу не считал ее Так, как считал вчера. Вот сейчас он считает, И мне заново открывается новое. А какое? Плищи Христа настолько простые. Сколько годов прошло От Адама До Рождества Христа? Кто знает? Я много раз говорил, Вы ничего не записываете. Это плохо. Почему ты записываешь? А ты даже на это, Почему не записываешь? Я не спрашиваю, Почему евреи потеряли 24 книги? Твое состояние, Я спрашиваю, Что у тебя есть? И чего? И спокойно продолжаем. И дальше опять же, На этом же острове Опять слезло и помираешь. Почему не записываешь? Вот помните, У нас приезжал Макаров, Сергей Сергеевич, Журналист. Он где-то 7 лет работал В Комсомольской правде, А потом там Верстово работает, Лобня там, Около Москвы где-то. И он здесь был Несколько раз. Я послал туда материалы, И вот он как пришел сюда, И вот сюда к дому, А его встретил Игорь, Третьяков-то. Какая бородка, Он все описал, И как он спросил Его документы, А я сказал ему, А почему ты такой Суровый, строгий? Он говорит, Полставо так. А документы есть? Он говорит, Вот тебе документы. А ну тогда проходите. Сразу ласково взялся. Как он ко мне на дом пришел, Ну я думаю, Сейчас выйдет, Затрясется все там По документам. А вышел какой-то Сухонький старичок, Шмель. Но насчет Шмеля Я пошелся. Листой этого шахмата. Там заложен такой, Говорит, взрыв. И дальше он пишет, Это все книги, Все его, Он несколько раз печатал Разные статьи, И они все, Для слова Божия, Нет уз. Мы идем в тюрьму. Внизу город В дыму плывет. Тогда температура была Где-то 40, кажется, 2 или 43 градуса. Очень сильный мороз. Он говорит, А вон пишет, Анатолий, застыл, Или еще он, Стой! Застыл. И остановился. Я вперед маленько иду. Поднимаемся туда. Ты сейчас что сказал? А что я сказал? Я шел и говорил. Я не могу понять. Что я сказал-то? Нет, Ты что-то сейчас сказал Такое, что надо. А у меня, Магнитопон, Он ручку достал уже, И ручка стоит. Повтори, что сказал. Внимательно слушать. Без различия. Прочитали уже, И ноги закинули. Вот представьте себе, Это журналист. В моей жизни Два таких было. Второй, Это игумен Сахаров Кирилл. Храм Никола Чудотворца На Берсеневке 250 метров Примерно От храма Христа Спасителя Рядом. Вот сколько он был, Мы с ним ходили, Все записывает И записывает. Батарейка села, Тогда не было Других-то. И он сразу же Ручку Стой. Все. Вот шли вместе, Я становились, Жаворонки тогда еще были, Я становился, Поблагодарим Бога, Какое пение, Это степной соловей. Он все это записал. А он говорит, Повел меня, Игнатий, Ну почему у вас Патриотизма такого нет, Вот как у нас, Я говорю, Сейчас покажем Патриотизм. Пошли. Ну я его завел Там к Плотникову, А у него сто свиней, Он говорит, Я чуть не задохнулся. Столько, Ну свиней, Сто на одном месте. А он говорит, Вот она, Конкретная работа. А теперь смотри, Вот она. А вот он идет На той стороне Камагорихи По трассе. Андрей Дробот. Ну а что, Он помахал рукой, А я ему в ответ показал, Он говорит, А что сказал, Ты звал его сюда? Нет. Он говорит, Овечка объягнулась, Говорит, Меня послали Ягненко привезти. А я ему отмечаю, Если тяжело будет, Надо встретить тебя. И он это все описал, И говорит, В одном жести, Так много заключается, Целое предложение. А он игумен, Член Союза писателей Российской Федерации. Я никогда не думал. И вот он со мной ходит, Все записывает. Здесь рядом сидит. Стол рядом, Он рисует что-то. Почему не записать было? Я называю цифру. От рождения Иисуса Христа, Это, Адама, До сотворения, До рождения Иисуса Христа 5508 лет. Если ты не записываешь, Знать не будешь. А когда ты записываешь, Ты другому сообщишь. Ты интересным делаешься человеком. Меня в интернете все время называют Ходящая энциклопедия. Ходящая энциклопедия. Ну, конечно, Обидно делать-то. Блогером обозвали. А я потом, Говорю, Меня блогером опять обозвали. А вы знаете, Тогда знаю я. Ну, какой я блогер? Я проповедь говорю. Нет, блогер. А это кто? Афанасьева Анна. ТВ-24 приезжала, Когда дети бежали из лагеря. Она брала интерес. Блогером обозвала меня. 5508 лет. Добавьте еще 30. 5538 лет. До момента, Когда Христос это сказал. Вышел, Сеять и сеять. А что мы не знаем, Что сеять? Знаете. Иное упало при дороге. Да сколько хочешь, Бросаешь оно. Ну, дальше-то не шло. Они видели. А Господь, Налетели, Писы поклевали. Мы это тоже знаем, Поклевали. Они могли это говорить. А иное упало На каменистую почву. Там Чуть-чуть земли было. Оно взошло. Быстро прогретая земля. А корня-то нет. Воды нет. Оно засохло. А иное упало сорняки. Корлык там разный. Репей. Вырос там Крапива. Там что еще у нас? Конопля. Пшики под потолок. 2,95. Представь себе. Крапива. 2,95. Три, считай. Она доросла. Мы это знаем, Господи. А иное упало на плодородную почву. Ну, это тоже бывает. Но соединить вместе и сделать вывод такой, что все эти слова Божие вот на это никто не пошел. А когда у человека дух соединяется с Духом Христовым, что бы он ни видел, он будет все соединять с этим. Мне неоднократно говорят это стихотворение, которое выставляю очень часто, ну, через день где-то. У меня столько отзывов было. Их повторяют там. Пытаются на музыку положить. Это как у вас так все это соединилось? Понятия не имею. Я просто молился, и Бог это написал. А вы верите в это? Абсолютно. Почему? 36 строчек, и напротив каждой, вот она книга, указано Слово Божие. Почему? Потому что любишь Бога. Вот я вам говорил, вот сразу 5508. Захар спрошу уже не знать. Сколько тебе лет? Так, подожди, мне, что-то я забыл сколько. О самом и себе забыл. А когда замуж вышел? Мне кажется, это в другой жизни было. Заездила, говорится, сивку, дорога. 5508, голубушка, запиши себе. Дай ей бумажку, пойму. Рать не надо, не надо, не надо, я ей дам. И у тебя тут что делать? Не надо, не рвеньте никогда. Никогда не рвите блокноты. 5508, от Адама до Христа. Вот сюда сядь? Вот уже новинка? Да, для вас новинка. Но дальше-то, Давид согрешил, и согрешил смертно. Чужую жену отнял, по закону он должен умереть. Мало того, мужа послал туда, и сказал, бросите его, а он герой. И одного бросили, ясно дело, его убили. Урехи и Тиянин. Как сказать-то? Сталину попробуй скажи, ты грабил банки, он банки грабил. Сталин-то, это грабитель, бандит. Не потому, что я его не люблю, а потому, что он бандит. Он казаков убивал, стрелял, деньги грабил, сидел. А теперь, генералиссимус. Сталину, кто бы так сказал, он так с человеком разговаривает, у тебя что-то глаза бегают сегодня. Этого достаточно, чтобы на выходе его уже арестовали. Однажды рассказывает мне анекдот, а Сталин курил, трубки нет. Он говорит, Берия, тут совещание генералитета было, трубка исчезла. Маленько подогоня, Берия сбоня. Товарищ Сталин, три генерала арестованы, сознались. Он говорит, да не надо, Лаврентий, отпусти, я ее нашел, она у меня в шкапу лежит. Глаза бегают, и всех я сделаю пылью блага. А вот Нафан, он не стал так рассуждать. Он пришел и говорит, тогда рассудить одно дело, одно. А Давыд и Закон знают. И он придумал притчу. Жили два рядом. У одного было десять овечек, а у одного одна. И он так любил ее. Она на груди у него спала. У нас такая овечка была. И знаете у кого? Вот у этой сидит сзади. Она не знает. За ней ягненок бегал, ты помнишь? А почему она его выкормила? Он больше любил, чем мать. Она на велосипеде гонит, он на шахт не оценит. Как у тебя ягненок за ней? Почему? Ну и Давид-то думает, ну и что? Ну пришел к тому гость, к богатому-то. И он не заколол ни одной отцы, а у этого бедняка, вот который на груди у него, и заколол, чтобы гостя угостить. Как он воспылал? Смерть ему! А хотя по закону он должен заплатить четыре овцы за похищенные. Четыре. Смерть ему. И вот тут надо было момент. Он мгновенно выхватил шпагу и пронзил. Это ты! Я! У тебя сколько же он? Десять. А у нее одна. Версаве. И ты отнял и убил его. Согрешил я. И бог простил тебя. Но дитя умрет. И Давид пытается изменить обстановку, чтобы не умерло дитя. Поститься. Слуги боятся, что умрет от голода. И когда умерло дитя, он бояре шепчется, он заметил. Что шепчете ведь? Наверное, умерло дитя. Умерло. Давайте водой я умойся. Он не мылся. Пепел, золу насыпал на голову. И давайте обед готовьте. А как так? Дитя болело, постился, а умерло. Я надеялся, бог изменит свое решение. А раз умерло, оно не вернется, а я к нему пойду когда-то. Давайте обедать. Понимаете, вот такая история. Ее нельзя составить. И это было три тысячи лет назад. И она настолько животрепещущая, как будто сегодня. Нужно так слово Божие преподавать, чтобы оно заговорило. Я вот уходил из потерянки, а твой отец подошел. Твой, Андрей Владимирович. Благодарим. Сколько занятий было? Какие у нас живые занятия были? Это вето. То есть один понял, а другой думает, скорее бы уехал. Из-за меня в храм даже ноги не ложил. Ни разу не пришел. А почему? А ты сам определи. Ты сам определи. Ни разу. И я выезжаю тоже ни разу. Но все слухи обо мне ловят и добавляю. О, это сатана, это бес на меня. Потерял всякую веру. А другой ничего не понял. Не понял. Вы его демонизируете? Я говорю, где? Я только молюсь еженемно, его имя я поминаю. А он меня именно так называет. А я его демонизирую. Как? Это в одном маленьком селении на 12 домов. И это надо все на ноги поставить. Не на уши. Почему никто эти притчи до этого не обращал так? И Господь не сказал, царство небесное подобно третьему небу. Я ангелу воспеваю. Нет. Подобно закваске, которую взяла женщина. Женщина закваску. Ну, расскажи, где эта закваска? Я не могу найти такую на нашу муку закваску. Кто будет делать это? И что? Да коли не с кислом всего три меры муки. Притчи. Да какая коротенькая. Самая короткая притча. Матпея 13.33. Самая короткая притча. Ну и что, Господи? А вот теперь давайте. Что это за женщина? Это душа человека. И она взяла слово Божие и заквасила. Я-то понял, Павел Ярмоленко, священник-то. Я говорю, и ты где бывал? У-у-у. Я там уже полгорода заквасил. Так это интересно звучит. Она даже говорит, а знаешь, там Таганроги или где-то дети ходят, мало раздают Евангелие по домам. Где православные, да. Знаешь, ну охота поверить. Но этого нет. Ты можешь как-то доказать, спросить. А что проверять-то я знаю. Проходит время, ничего нет у них. Обмана. Я сказал, стопроцентный обман. Вот сколько у нас потеряевки есть, и только дядя твой один подходит часто, Иосиф, подойдет. Дядя Игнатий, у меня такой вопрос. А вот это так, так написано. А как оно сегодня это выглядит? На улице работает. Сразу я иду мимо, сразу на дорогу. У меня два вопроса еще надо решить их. Понятно? Это родные братья, они родные братья, я о ком говорю. Я один приходил. Только одна твоя мать приходила ко мне на дом. Не один раз. Как детей правильно воспитать? Что сейчас? Как это сделать? Она любит Господа. Как она заботится о вас? Как отец вас любит? Он делал там, где спать вам, это я видел, кровать там, отшлифовал. Это не нам, это на заказ. Не вам? На заказ. На продажу. На продажу. О, там в магазине не найдешь такое. Я к примеру говорю, вот это притча. Почему никто, там же были мудрецы. А от того, как женщина заквашивать начала, ну, может быть, пять тысяч это прошло, и никому на уме пришло, что это Царство Небесное проповедуется. Мне говорят, старик с ума сошел. Флаг, который белый, это белый флаг, белогвардейцев, и он, а другие вот так положат, да это Марсельезу пели, это во Франции там такие были. Начинает. Нет. Я говорю, нет, это просто краски, это не флаг. С чего вы взяли, что флаг? Флаг. Нет. Я просто говорю, человек родился, родился в крови, дальше должен помышлять о небе, и будет великий белый престол. Это никакого отношения к флагу не имеет совершенно. Прям с ума сходит. Но я додумался, Надежда Васильевна сшила, прикрыла, там прям в интернете вот так вот меня рвут с фуражкой вместе. И вот здесь вопрос-ответ, почему невнимательная? Мы эту притчу готовы и не можем пересказать. На ее толкование надо. На какое толкование там ее? Да еще и толкование-то надо было все это знать. А дальше-то как? И вот когда мы считаем, где что-то, почему-то никто не растолковал до этого? Почему так долго? Ну, тысячу дней, это три года, а это тысячу лет. Кому не постижима? Да-ка-то народ верующий. И никто, нет, никто. Не могли никак соединить. Вышел, сейтель, сейтель, другая притча, винограды, дерево, в другом месте забросил девок, потянул к берегу, ну и что? Ну, рыбаки выбирают хорошее, плохое. Да-ка-то мы так делаем. Выбирают. Так будет при качине века. Качина века. Самый страшный момент, и он с нашим неводом, который мы гальяном потянули, сравнивать, то выбросили, а это взяли. Вот и все. Ты запомнил как? Ну, вот и все. И при том, вот то, что мы говорим сейчас, мы идем по притчам ногами. Вот. Человек был на богослужении, вышел, был невнимательный, побежал через дорогу, его машина сбила, как твою старшую дочь. Все. Вспомнила? Это уподобляется царству небесному. Мы выходим, были в церкви, и мы невнимательны, а сатана в это время подкусывает. За ухом вот тот отчешет, а девчонка идет отсюда, думает, он ее зовет, а у него палец в ухо не влез. И теперь дальше да разложи по полочкам, так куда оно потянет. И притчи, я не нашел ни одной, которая изображала бы монашество. Нет такой притчи. Ее составить нельзя. Монашество подобно, чему подобно. Большому содружеству людей, которые вместе собрались, и чтобы возвышаться в чувствах, они сидели, как Андрей Кураев говорит, за стенами всю жизнь боролись с анонизмом. Вот и все. Андрей скажет, у него и юма есть, они и сарабрядец. Считай дальше ты. И ты увидишь, как заблещат эти места. Другой раз, когда дойдешь, я помню, говорил, вот оно, я записал, записал, не записал, ничего нету. Приходят ворах и воруют в пустое место. Я, знаете, хочу сказать, что такое пистолярное наследие? Кто знает, молчок. Хорошо. Давай. Говори. Это литературные произведения, которые остаются... А что? Литературные произведения. Которые остаются на века. Которые остаются... Классика называется. Классика. Письма. Письма. Письма, которые Толстой писал, Чехов писал. Это только письма. Это слово. Да, ну правильно, оно в литературу вошло. Сколько у вас писем дома переплетено? Ни одного. Я кого не спрашивал, никого нету. У меня сожгли, говорит, гору. После освобождения, в 87-й, у меня еще накопилось переплетено по 650 страниц томами целыми. 77 томов. У тебя же листика одного нету. И где были? В поезде едем. Тетя Тоня знала? Бакланову. Она говорила, что тебе дорогой? Ты помнишь? Не записала? Она только вот так головой качала, когда мы в поезде ехали. Она говорит, Валя, Валя, что тебя ждет в жизни за такое поведение? Помнишь? Сидели вот как ехать с той стороны, где столик стоит и вот так вот, общий вагон. И она была права? А почему? Она была прозрительная. Вы этого не видели. Послушание отменное. Вдруг я дежурю, она подошла наставник. Я хотела в Тольменку съездить. Я говорю, Тетя Тоня, мы там были месяц назад. Нет, я не поеду. Нет, я просто спросила. До свидания. Она не дает даже досказать. Скорее пошла домой. Все, больше ее нету. Она жила у меня на Никитина, и я ни разу не видел ее спящей. Я-то приходил в разное время. Ни разу. Она то четки делает, то свечи льет, то молится, то что. Я ей тут написал. Понимаешь, у нее ничего больше не было. И когда суд надо мной был, только один человек, судья спрашивает, вот что Лапкин издал? Пленкин. Две с половиной тысячи часов. А беседки, которые были еще на две с половиной тысячи, ты умножь это. По восемьдесят часов в день. Тебе жизни не хватит. Один только человек, который от корки до корки выслушал, она спела, делала, четки слушала. Все. Ты, может, все и не знала даже. Тебе трудно было. У тебя дома препятствия были. Многие пленки в твои руки не попадали. А она первая горяченькие брала. Вот я это говорю здесь. Мы просчитали, все понял. Пошли дальше. Евангелие от Марка, 4 глава, 24-25 стихи. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Главное, кто не имеет, отнимется, что имеет. Так раз он не имеет, ничего не отнимется. Нет, отнимется, что-то у нас есть скрытое толкование. Господь побуждает учеников к бодрствованию. Замечайте, говорит, что слушаете, не опускайте ничего сказанного мною. В какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу. Тому слушателю, который внимателен, всегда, и при том в высшей степени, воздаст Бог и награду великую. А медлительному человеку соразмерная будет и прибыль, вознаграждение. Кто будет иметь ревность и усердие, тому удастся и награда. А кто не имеет ревности и усердия, у того взято будет и то, что он думает иметь. Ибо по причине ленности гаснет в нем и та малая искра, которую он прежде имел, подобно как от усердия она возжигается. Ужасные слова. Ревности нету. Проспал. Много спишь. На занятиях спишь. У нас ни одного занятия еще не было, чтобы одна сестра не спала. Я только скажу, вот это ее толкнуло. Пока она руку от нее убирает, которая толкала, она успела уснуть. И такой мужчина есть один. Ни одного занятия нет, чтобы он не спал. Ни одного собрания нет, чтобы он не спал. Я не называю, вы сами смотрите. А второй вопрос, а для чего вы это сказали? А третий вопрос, а можно сделать, чтобы они не спали? Потому что участь-то ужасная, проспали. Я скажу, я делал попытки, безуспешно. Совершенно безуспешно. И в жизни своей они ни одного человека не привели. Ни к церкви, не так, чтобы уверовал, даже если не ходил бы. Этого нету. Нету. А почему? Вот это и есть. Нет огненного дыхания. Вот я сейчас вернулся, четыре месяца мне не было, с лишним. Четыре месяца. В скателе не выходил ни разу. Но вчера, как приехали, в пятницу, в этой же вершине я уже в час рулетки. Такие интересные люди. Я атеист. Да, я атеист, не надо. Но уже в конце назначают встречу. Одна беседа. И все записано. Я сегодня отдаю на этой неделе, вот на следующие эти ролики будут выставлены. Со вторым почти так же и сама история. Вначале накалилась вроде обстановка, потом тише, тише, согласен, давай записывать, как найти нас и прочее. Почему? У меня задача стоит. А как это может быть? Бог делает? Я тут никакой роли не играю. Но отступать я не буду. Заходят женщины. Мы с вами когда-то встречались. То другое. А что вас волнует? Да вот такое. В дальних командировках мужик уезжает, а я одна тут тоскую. И с кем он там бывает? И что такое? Ты думаешь, с кем же он бывает? Сегодня с Юлькой, завтра с Пулькой. Ну что делать? Где его найти? И ты сидишь и думаешь. И ты его знаешь? Зачем ты замуж выходила? Да кто знал, что он такой будет? Скажи, он домой деньги носит? Ну носит. А ты что делаешь? Стонешь? На весь интернет. Да кто ж тебе это позволил? Ты посмотри, песня какая есть. Благодарю тебя Боже, что дал мне мужик. Песня такая. А ее взяли и моими картинками обстояли ко мне и Надю нарисовали, она целует меня. На камень. На церковном. На Пасху стою. Я стою и она... Вот. Это люди, которые расположены. Собрали эту песню и поет она, поет чем-то, напоминает вот это. Я не прозрешу. Тамара пойдет. Юность моя, ты гори, не сгорай. Юность моя, ты друзей выбирай. Она недавно была, но, конечно, она уже в годах. Вот такой мотив. Вот мы это считаем. У тебя, знаешь, все должно быть так. И эта притча к месту. И вовремя она была сказана, как велик наш Господь. Господь мог бы сказать так, чтобы мы не разгадали. А Он сказал так, чтобы все видно. Господи, дай мне видеть и понимать. Мы же ходим по красоте, топчем святы, которые, может, от наших болячек. И мы этого не знаем. Есть Надежда Васильевна, у нее материал был, профессор Насаль и его сын. А занимается пчелами. Буквально все болезни, там, не считая одной какой-то почечной, лечатся простым медом. Я это говорил, и у нас близкий пчеловод, бывший потеряевский житель, Шерстабитов Геннадий Павлович, он это все знает. И говорит, вот, не пью, не курю. Все время на пасеке, тут воздух, аромат. Одну за другой болячки признают. Ну, почему? Он меду, как это, заглонись, как Гришко Мерикова говорил. Болезнь. Другой брат, допустим, я знаю такой, и пьет, и курит, и блудничает. Здоровье, как стальное. А вот, еще-то отрезали, какой-то кабуру повесили, маленько погодя, помер там. Я про другие говорю. Ну, почему? Не знаем. Который умер, Саша, такой был, а мать его говорит, который сейчас брат курит, а к нам приходила одна тайная монашка. Этого ребенка брала на руки, который умрет, а этот подходил, она от него так, антихрист, антихрист, она от него отбивалась. И он вырос вот таким хулиганом, пьяный, суббак водит и прочее. И она теперь, мать-то все это припомнила. И мне все рассказывают. Это опыт, да опыт. А вы такое видели, чтобы вот, ну, в ребенке, вот, такого не видел. Вот как она говорит, но похожие, очень, очень похожие. Вот, даже, ну, кошки. И одну хочется погладить, а другую руку отскакивает. Я вопрос задам вам. Скажите, почему написано «Сыну блудницы и пса не приносить в храм божий?» Почему? Медвеля убьет, можно продать, деньги отдать в храм. А собаку продашь нельзя. Продают разных рабов, пьяница там он был, деньги можно занести. Ну, любой можно. Блудника можно, а блудницу нельзя. Ты задумайся, почему? Но она не блудница. Допустим, женился там на Пугачевой, она молоденькая была, красивая такая. Если женился на артистке, там написано по-другому, она зрелищная, и она девственница, физиологически, но уже священником быть не может. Понимаешь? Если он может жениться, она не девственность, если это бывшая жена священника, как будто какая-то разница есть. Вот если она вдова священника, то будущий, кого руку полагает, на ней женился, может на ней жениться. Законно. А на другой вдове нельзя. Как будто тот освящал ее. А может освящал ее. Что сказать? Ну не золотой же, такое же все. Ну нет. Самое интересное... Почему собака хуже кошки? Кошка прямо в митрополит выходит, а у него, говорит, кот любимый, говорит, и видно, он там идет, где поют. Горис это. Он обязательно посмотрит, улыбнется. А собака, если в храм зайдет, храм закрывается. И сразу все, кончилось. Теперь надо освящать его. Да собака есть такая, что она чище кошки. Ее моет каждый день, там шампунь и возьмет. Я легенда-то, как показывает где-то. Ну почему? И вот это почему ответ теперь ты. Тебя кинологом обзывают даже. Собаково такое. Кино сняли. Ответ, почему такое к собаке отношение? В церковь нельзя отдать цену, она дорого стоит, собака, настоящая-то, крепкая. Я продавал собаку, из Алмата прилетели мою собаку, купили в уголовный розыск. Мне бы кошек пристроить трех куда-то. Сказано в Евангелии что и псы едят крохи, которые падают со стола в хозяин. и другое о собаках. Живут, говорят, как кошка с собакой. А что это такое? Кто виноват? Еще никак нельзя разобраться. Я стою, а стою там в притворе. Идет матушка, я в окно гляжу, а за ней бежит, у батюшки очевидилась собака, он оставил щенка, марсом на дно. Он большой такой, и уже уши встали. И, видимо, отец или мать у него твоего этого урагана, да? Да, хороший песик. Я на дверь открываю храм, но он за порог не ступил даже. Я как кинулся, прям на перерез. Ты что делаешь? Ну, ты же видишь, он здесь. Вернись сейчас же домой и привяжи. Матушка обратно не может идти, ни слова не говоря, пошла, привязала. Храм закрыт и сразу будет, пока батюшка не приедет, пока не осветит. Вы не понимаете, что я бьюсь? А он не взойдет. Когда люди заходят, выходят, они же не знают, кто идет сзади. А дверь открыла, шмыгнул, он приветливый такой-то. А он-то не знает, что про него написано. Игры никакой нет. Прошу здесь собак не распускать, когда... А на замке нет. А замка нету, хоть день и ночь бегают. Я вопросы ставлю. И притом никто их не меняет, эти ответы. Вот кошки бегают здесь, заживал тарь. Батюшка боится, она на крестол заскочит. Поэтому там разные липучки, отрава там может быть. Я говорю, отраву наложил, теперь кошек нельзя пустить. Собаку близко нельзя. Я сколько, я скажу, что ответа не нахожу. Не нахожу. Я просто подчиняюсь. Подчиняюсь и тряпчу. Нет, а вот пес возвращается. Ну, громче. Пес возвращается на свою блевотину. Может быть, это... возвращается, а другой не возвращается. Блевотина. То есть, он и дрыгнул, да, переел. А у меня ни разу собака не вливала, ни одна. Потому что у меня норма я для ее даю ей. Бывает, она где-то на помойке села, ее вырвала, и все. И она снова подлижет, а что там было обволакивающее, все осталось на земле. Нет. А в Тавите говорится, что с ангелом пошла собака. Сарапаилов, Тавита книга. И собака с ними. А некоторые... Ох! Собака! Да где собака в доме? Там ангелы не могут пребывать. А архангелы могут. Книга Тавит. И он, когда пошел в Тавите, сын-то Тавит. А собака пошла с ними, ангел идет, архангел не прогнал ее, не задавил. Если не знаете, нехорошие помощники. Подумайте. Ну вот так взять по большому счету, что важнее все-таки, собака или кошка. В каком районе и как, я тоже ответа не имею. Собака не ловит мышей. А кошка везде лазит. А у меня шкаф и вот такая одна полка, вторая и третья. Да вот на какую заскочил? На третью. На третью. Сегодня белый. Это, Палин, сынишка. Он такой толстый, здоровый, я не знаю, сколько килограмм. Залез туда, почему? А Володя решил помочь, тронул. А туда мышь попала, она как шмыганула мышь. Там три кошки с разных сторон, там банки, и не пока, она на полу ушла. А у меня собака ловит мышей. Что? Мышей ловит. Собака. С голоду ловит мышей. Собака. Собака. Собака ловит мышей. Но она одного поймает, больше нет, она не может. Штуки три уже поймала, видела. Ну даже трех. А кошка только ими и питает. Вот в одном месте кошка были важные, а в другом собака. Нам кошка не нужна была. Я считал, про одного путешествия ездил, он брал с собой курицу. Она у него никуда не делась. Она говорит, а что? Она никак не портит, еще каждый день по яичку даем дорогу, а мне так месту. Неплохо. Есть такие вопросы, жизненные, и это надо вот сюда вот вставить, как бы расширить. А мы все это тоже ловим. Понимаешь, как ты там будешь беречь себя. Это ужасно. Вот смотри, девушка не сохранила девственность. Там где-то попала или что-то. Предать смерти, если она не кричала. А если кричала и не могла вырваться, то она не виновата. А он смерти достоин. Но и это не все. Если же дочь священника, то ее не убивайте. А приведите к дому отца, и на глазах его сожгите живьем. Бог говорит. Это в Святой Библии написано. Я в Затусе говорю, потому что она должна была больше слышать, больше знать, поэтому спрос больше. Тут только убить там камнями там или кувалдой. Чем она? Заслужила. Я в Библии считаю и нахожу ответы. Иногда не нахожу. Собака-кошка. Я заплутался в них. У меня собаки и кошки всегда были. Говорят, голубей держат только добрые люди, а собаку только жестокие. А у меня и голуби собаки. Ну и какое... Хоть разрывайся. А собаки все на меня почему-то похожи были. Пошли дальше. Евангелие от Марка 4, глава 26-29 стихи. Я планет, я планет. И сказал, потому что настало жатвам. Толкование. Посылается. Посылает человек, сам посылает, сам сеет и сам посылает. Толкование. По царствам Божьим разумеет Божие рассмотрение у нас. Человек есть сам Бог, который семя человек. Человек есть сам Бог, соделавшийся ради нас человека. Он бросил в землю семя, то есть евангельскую проповедь. Бросив его, он спит, то есть вошел на небеса. Впрочем, он и встает ночью и днем, ибо хотя Бог, по-видимому, и спит, то есть долго терпит, но он встает, встает ночью, когда посредством искушения возбуждает нас к познанию его. Встает днем, когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями. Семя растет, как будто без веда моего, потому что мы свободны. И от нашей воли зависит расти или не расти этому семени. Не по воле приносим плод, но добровольно, то есть приносим плод от самих себя. Сначала, когда бываем младенцами, еще... 44 минуты. Уже стоит. Семя растет, как будто без веда моего, потому что мы свободны. И от нашей воли зависит расти или не расти этому семени. Не по неволе приносим плод, но добровольно, то есть приносим плод от самих себя. Сначала, когда бываем младенцами, еще не достигшими в меру возраста Христова, мы прощаем зелень, показываем начаток добра. Потом колос, когда бываем уже в состоянии противостать и искушениям. Ибо колос связывается уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большего развития. Затем образуются в колосе полные зерна. Это тогда, когда кто приносит плод совершенства. Когда же настанет жатва, то есть тогда серп собирает плоды. Серп этот есть Слово Божие, а жатва время кончины. Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина на слова Феофилакта Он бросил в землю семя, то есть евангельскую проповедь. Я комментарий давал на любовь к Библии и проповеди. Только два момента. Что интересно, священники считают, а я это не показываю, вот это я-то не слышал, а когда вот это видел, а зачем вы ее увеличили, чтобы вы поняли, по глазам ударить, вы слепые. евангельская проповедь, семя, и ты какой же сеятель-то? Вот сегодня рассказывала Татьяна нам, человек, который был, он ничего не знает, совершенно, ничего не знает, ничего, и что если он говорит, говорит ложь, он у него каждое слово ложивое, а вот у вас митрополит был, ну митрополит был, но ты вывод-то сделай отсюда, за кого ты их считаешь, а ему это не надо. И вдруг мне присылают материал, ни раньше, ни позже, вот такой вот, ну как он там делает, инстаграм, или где щетка написана, допустим, желание такое-то, без любви превращается в то. И целый ряд слов таких, желание там другому помочь, без любви превращается в это. Желание справедливости, без любви превращается вот в то-то, это в самом деле такое, нетерпимость, не по-моему где-то. И дальше, все качества, хорошее, желание, это перечисляется больше десяти. Без любви, и во что они превращаются? Я прочитал и нигде не нашел, чтобы мне не согласиться. Я согласился со всем. Это так и есть. Вот говорят, почему так успешно? Отца Олега Истиняева спросили обо мне, но они все одинаково, что я известный полемист, подвижник, такие слова опустил. Я ничего этого не знаю. Я просмотрю по обстановке. Но а в чем ваш успех? А в том, что я ничего не знаю. Понимаешь как? Я говорил про одного, его имя даже известно, Антоний. Приходили, когда учиться музыке, и он спрашивал, а ты играешь сначала на рояле, на музыку? Один говорит, нет. Он говорит, 50 левых, левых, единицы измерения денег. А другой говорит, а я во все уже играю и прочее. Он говорит, ты 100 будешь получить. А почему? Мне половину надо разучить тебя, а потом научить. Правильно? Дороже. Правильно. Ну неправильно он колотит клавиши-то и все. Я как играю? Ну вот, к примеру, смотрите, играет симфонический оркестр. Я никогда не знал, что бывает 12 скрипок. А зачем они 12? 12 скрипок играют. В это время там и каких-то их инструментов нет. И этого юноша, он посадил у себя Ростропович там какой-то. И когда кончится, как играет? Он говорит, играет хорошо, но в пятом акте пятая скрипка на полноты взяла выше. На полноты одна скрипка. Заметил только он. Этот, и он сразу понял, это великий гений растет. Вот теперь догадайтесь, кто рядом с ним сидел, что за юноша? Хачатурян. А? Арам Хачатурян. Да. Вот понимаешь, как выискивает где-то. А мне как? А хоть как, хоть барабан бей. Мне все одинаково. Мне хоть 150 скрипок. Перь старый, береза сломилась, он так щепу оттянет, она ударит, и он долго слушает, а еще опять оттянет. Медведь на око наступил. Да не наступил, а раздавил. В любом деле, в божественном точно так же. Навык. Учитель. И вот у меня вопрос вчера задает, этот вопрос не мне, это Богу. Ну почему Бог не спас младенцев этих? Кому? Вопрос-то к Богу. Почему ты ко мне идешь, а не к Богу? Я у Бога вопросил, так же было, и Бог мне ответил. Младенцы, Пельенцыка, почему они были убиты? Почему им-то в Египет не убежать было? Ты спроси меня, откуда сегодня мощь этих младенцев в православных храмах? Вот это-то фальшивка. Откуда? И это не где-то, вот, Новоалтайск, икона большая, там разорванная, и в церкви там пустота, а где эта икона, там куча баб, кучи. Каждый с тобой знает, и мой младенец, там я ловая, она просто умирает, и выходит, она там подает самые дорогие папиросы, запомините, там я вот младенца поубила, вот-то-то-то. Какой папирос? Папиросы подает этим нищим-то. Скорее поджечь. Казбек. Это наше православное безумие, по-другому не назовешь. Вот спрашивает, как ее, о мощах, о свящах, чтобы купила, деньги отдала. О Христе вообще речи нету, а он неверующий, абсолютно неверующий, слово Божие не знает, и поэтому злоба отнимает разум, написано, предвзятость не дает здравого мышления. Вот и все. И не лезьте туда, сиди, стой на улице спокойно, чтобы тебя не гоняли. Там бес какой-то. Да нет, двое. Игнатий Тихонович, а вот нельзя им, они двое, они могут молиться в доме, в своем. А зачем стоять так людям? Не стойте, говорите, не показывайте себя. Не надо, ты кого повторяешь-то? Ты говори, а дальше-то зачем ты берешь мусор-то, а ты блевать на чужую? Да, действительно. Они сказали, они должны быть здесь. Через них проявляются, кто они такие. Ходить. Они отгоняют от храма, стойте так, и все. Можно даже за оградой стоять. Пусть они уверены, кто они такие. Не надо обязательно. А как так знать-то будет? Никто и не знает, что они такие злобные. А тут видно, из храма меня выгнали при людях. Да я недостойный. Так и стоит. Рано или поздно вот это вот сделает, это подвиг, и он даром не пройдет. Подвиг, конечно, это вообще подвиг. Я, да. Понимаешь как? А сколько раз тебя били? В доме любящих меня били меня, в доме любящих меня. Сколько пророков было? Иных били, иных убили. А Господь опять посылает. Опять. Наконец сына возлюбленного послал. А это сын возлюбленный. Итак, убьем ее и завладеем владением. Вы причите, читали? А Господь продолжает и дальше. И сегодня, когда убили, Он еще посылает к ним. Вы слышали, спередон Кисляков? Миссионер в Бурятии, который был, откуда шаман от этой идет. Шел, шел. Что, рубили? Александр. Нет? Как он не лево? Нет. Что с этим шаманом? Спрашивают, что с шаманом сейчас? Шаман, который шел до Москвы, там все. Ты знаешь, что-то? Второй Александр, шаман, с того места, где его там арестовали, а этот выступает и говорит, меня взяли, а они поступили по закону, они закон не нарушили. Они меня здесь держали, хорошо накормили, они закон не нарушили. И меня домой отвезли. С сестрой я повидался. И закон они не нарушили, они хорошие. Совершенно другой человек. Купили. И бубен куда-то делся, и коляску эту забрали на выставку, наверное. Где-то говорили. Шаман пошел, дожились. Если демоны разделились между собой, они не стоят. Не обьянничать. Осторожней, брат. Зацепил это. Вот какое дело. Вот перебросил. И меня интересует, очень попутно сказать, я просто задумался, почему на меня столько Александров. Дядь твой Александр. Полное безумие, там синицкий, и все ложь. Александр. Американцы поставили фильм, не трошь. Александр, поставили фильм американцы, называется Антихрист. Прямо 3,5 года. Александром звать его. Потому что проходит Александр. Шаман вышел. Александр. Никут. Сейчас другое место. Другой шаман. Тоже Александр. Что-то в этом имени есть или нет? Притом, возьмите, звезда, определенная, пятиконечная, звезда Александра Невского. Орден Александра Невского. Александр. Потому что он воевал. Воевал. Александр Великим. Посмотреть. Нигде больше на имя Александр не нацеплялось столько мусора негодяев. Что в этом имени? В самом имени? Не знаю. Но я тебе называю, то что? Американцы со мной не беседовали? Назвать как Антихриста? А его Александром назвали? Скажите, какое значение этого имени Александра? Не знаю. И говорю, я молюсь, но ответа нет. Он не знает. Ни пророк, ничего не знает. Не знаю, но что в нем есть? Как Александр какой, только на меня кидают. Нет, она спрашивает о том, какое значение вообще имени. У каждого имени есть значение греческого имени. Ну перевод? Перевод. Ну это есть. Это есть однозначно. Какой? Победитель? Нет, не победитель. Ну какой? Не победитель, нет. Не победитель, это Виктор. Никита и Никон. Три имени. Александр торжествующий что-то такое. Какой? Защитник. Защитник, да. Оберегающий, да. Защитник. Алексей? Алексей, посмотри-ка. Помощник? Нет? Боже, человек. Защитник. Защитник. Защитник чего? Защитник беззакония? Вопрос состоит. Ну представьте, мы пришли, мэр города собрал нас, Колганов, Владимир Николаевич. Мы сидим там, и он дает слово сказать. И в это время выходит Каменецкий, который приехал у евреев, руководителя, такая большая, рыжеборода лежит, он такой приятный, интеллигентный, в шляпе, и обращается ко всем, я всех поздравляю с Рождеством. Вот какой, еврей. Я говорю, с каким Рождеством? Вы же глупые, глупые. Вот слово Христос сказал, нет. У него сын родился, он поздравляет всех с Рождеством. Празднаете. А один выступает, говорит, вот у вас такая, на него говорят, выигрыш такой миллион, как вы распорядитесь? Вы знаете, это искушение большое, но без любви я это не буду делать. Я обязательно с любовью посоветуюсь. Все, вот это мужик в веруще. А кто только, это жена у него, говорит, любовь. Игнатий Тихонович, послал 12 апостолов Христос. Идите, благовестуйте, рассказывайте, что Царство Небесное рядом с вами. А он, а они говорят, ну а если где это, а если вас выгонят и не захотят слушать, то отвесите прах. От ног своих на них будет лучше Содома Гоморре, чем этому городу. Нина точно так же сделала. Она тряхла, отресла прах, трях, и на остановке. И говорит, что это я? Вернулась, взяла, трясла, говорит, и лучше им, хуже им будет, чем Содома Гоморре. Она в это Содома Гоморре опять вернулась. Ну? Ну, а вы слышали в это выступление, которое у нас было, его насчитал, это письма насчитал Никита Андреевич, колесником, этого архимандрита. Он главный в этом на Восточном, на Западном фронте, наверное, был, солдат на войну. И теперь покаялся. Я на убой посылал. Что я делал? Я убийца. Я единственное знаю покаяние одного человека только, священников. А он был миссионером в Бурят. В Бурят был. Откуда сейчас этот-то идет? Улан-Удэ. А улан-Удэ-то там собралось человек 10 тысяч за этого шамана. А власти-то самый защитник этот болтал-болтал, они туда. И которые молодые люди-то, они с топориками, и сфотографировано. Топорики такие, все ручки не насажены, как у нас-то. А почему? А люди-то бросаются в машину, а они со всех сторон стекла мгновенно выбивают, вытаскивают его из машины и все. Всех арестовали. Уже 4 дня никого нет у нас, никого нигде нет на площади. Все наелись. Путин же при встрече с этим Макроном сказал, когда Макрон там начал говорить про демократию, а Путин говорит, ну мы, говорит, кое-что из вашего оранжевого этих революции, не революции, а этих желтых жилетов кое-что вынесли. У нас такого никогда не будет. Ну и правда, действительно, что это за демократия такая? Да там 100 человек полицейских пострадало, сколько-то там 11 погибших, 2000 автомобилей сожгли, и месяц держали этот Париж бедный вот в таком ежовых рукавицах. И что это за демократия такая у них? Это уже не демократия. А знаете, что Путин день рождения справился седьмого-то? И выставили два ролика. Первый. Россия молится о вас. И вы молитесь, помолитесь о нас. И Путин стоит и молится среди молодежи, натурально не составлено где-то. А другое, там, гордимся президентом. Я их хорошие ролики, я их перенес к себе на мой мир. Они коротенькие. Дядя Вова, мы с тобой. А то у меня утром шесть кошек, а кола стола крутятся и ему мелко, и дядя Вова, мы с тобой. Накорми. Накорми шесть кошек, мама, дорогая. Мы одного-то и то не заоборот. Вот понимаешь, когда начинаешь на все смотреть, какие-то вопросы, и ты можешь даже при случае Богу задать, а что это такое? Ну-ну. А почему это так? Бог любит нас, и поэтому святые молились так, Господи, без страдания, без испытания не спастись. А у меня все так хорошо. Если я попрошу дать испытание, а я их не выдержу, прости меня, я не знаю, еще, Господи, когда же так и будет. Вот и все. Не надо выпрашивать, а я не боюсь. Я говорю, сиди, пока не размазали. Ты был там, нет? Тебя выкручивали, нет? Вот весь фильм такой, там что-то, храброе сердце, кажется, когда его казнили, из него жилы буквально все вытягивали. Да, храброе сердце. И последнее слово, уже, ну только скажи, мы голову отрубим сразу, мучение не будет. Скажи, скажи, что покорился императору там это. И он тогда последние силы набрал и закричал ФРИДОМ! Все, то есть, свобода. И снова началась война. Шотландия отошла. Вот так надо идти. Все вложить в последний крик ФРИДОМ! А у нас даже у женщины имя нет такой, ФРИДОМ! А вы слышали, бывает, Рима, женщина? Да. Инна. Ну, у нас же Рима-то есть же. А почему в церкви не крестят Рима? Мужское имя. А? Мужское имя. Мужское имя Рима. Инна мужское имя. И Пинна, еще такая. Пинна, а не трое. А люди знают. А нас у нас в крещение какое-то. А он говорит, такого имени нету. Он не сказал, что это мужское имя. А как? Ну, там есть Маргарита. Вот она с Маргаритой, это бывшая Рима. Вот у нас был Генрих, стал Геннадий. Ген, прямо показано. Ну, дальше продолжим. Вот так. А у англичан есть святой Генрих император. Не император, он там король. Вот мы что считаем, это надо, чтобы слово заговорил. А я все время слушаю. Я знаю, потеряю те люди, которые без заклепок в ушах шагу не ходят. Коров выгоняют, две заклепки в ушах. Точно так же дочь, там сын, все заклепки. Разговаривать не о чем. Он день и ночь гудит, он совершенно не думает. То есть, вода течет, ведро поганое и вытекает в оседыре. Ну, так же, если в интернете смотрят, все сидят. А что нужно? Одно слово. И дальше размышляй и молись. И смотри вокруг. И ты увидишь, как это слово притворяется вокруг нас. Помоги ему воплотиться. чтобы оно действенно, живо, до разверения души и духа, составов мозгов, и судит помышления, и намерения, еще ничего нет, намерения судит. Сердечное. Вот я сегодня говорил, про который там мусульмане, я вам скину это, очень сильно. Обычно как, она мусульманка, там, ее выгнали, она через адвоката, там судятся, отставать ее ничего нету. Она своим видом буквально расшибла все. И люди, которые русские сидят, их в хиджабе не принимают на работу в Москве. Там подняли такой пуччи, и пока, я не знаю, пробили или нет. А она одна, никого за ней нету. Она своей любовью. Во-первых, она сама показывает. И она ласковая, внимательная, улыбчивая. И все. Она идет, да, красивая, но даже не знаешь, что это мусульманка. Будто бы она вот пришла отсюда с Ползунова. Не мусульмане так же говорят про наших сестер? Да. О, откуда вы мусульмане? Где у вас община ваша? Молодые, а мы тоже. А вы когда идете домой, не снимайте. Вас Господь сохраняет. Я там представил материал, а одежда, ну великое ли дело? Главное сердце, а Златоуст говорит, великое. Великое. Поношение Слова Божия. А то, ну мало что женщина, надо заметить, какие есть священники Смирнов, там Ткачев, и перед ним они сидят брюком, мужская одежда. Почему нету мужика нет? А в Шотландии юбки носят. Они не православные, им можно это. А ты в церкви, они не в церкви. А вот в Швеции, в Швеции, там епископ женщина, лесбиянка, главная лесбиянка страны. Вам это надо? Так это не все. Отчина же переделает. А он, Бог-то не он, а он, она считает. Он, она. Как их надо ввести? Оно. Средина. Закон во Франции ввели уже этот, родитель один, родитель два. И там сейчас такие идут манифестации, сотни тысяч людей выходят и говорят, вы что делаете? Максиму Куга называют их гемохранит? Нет. Гендерная. А, гендерная? Да. Гендерная политика. Трендерные эти. Развитие полос православных, это то же самое. Нету ни женского, ни мужского пола. А вы видели фильм «Огнеупорный»? «Огнеупорный». Запомни. Как они развивались, почти совсем. А отец вам подсказал каждый день, что делать, и он ее повернул к себе. А Максиму я скинул этот пильку, вот это фильм. Ну, я на нем теперь он такую показал, что фригидная шалава, как она мужа ломала. А люди-то положительно на нее смотрят. И до конца они обнимаются, там, то другое. Так он плохо. Я вчера сказал, тебе не надо судить, он тебе не подсудит. Жена-то учится безмолв, я учить не позволяю. А я его учу. Валентина Сортисон была, она все время считала, я умнее его учил. А как? Подровнялась, снимал, я ушел в другой. Она свободно так рассказывает. Хорошая женщина, прекрасная. Я все время казалась себе умнее, чем он. Валентина Павловна хочет спорить. Сейчас пошло такое веяние, ну, с зеленых вроде началось, что животных не трогать, людей на земле очень много, и пусть друг друга едят, своих детей едят. И пусть что? Друг друга, а трупы... Пожирают. Пожирают трупы. А кто это сказал? А такое веяние сейчас пошло, молодежь придут. Никак. Не нам решать. Ну что, у русских пожирают друг друга, это как раз Максим Степаненко показал, это действительно так, везде. Вот на его спрашивают, Максима Георгия, Игнати Лапкин, он не задумывает сразу, веритик, ему уже ничего нельзя сделать, у него мозги полностью перерубленные. Ему показывают, да вот смотри, архиерея служит, он никогда смотреть не будет. Почему? Он ничего больше не делает, он только так, ему задание данное. Они деньги за это получают. На работу он не пойдет, потому что не пролезет. Мы разные, мы настолько разные. Вот мы днем работаем, вышли, 9 часов, утра. Мы уже раза 3 пропотели. А бывает так, на весь день. У меня пот течет, по мне, в сапоги. И мы Бога благодарим, Господи, благодарим Тебя, что позволил нам исполнить райскую заповедь. А раз райская заповедь, знаете какая, будешь есть хлеб, поти лица. Он каждый день дает такую работу, что можно, на каял вот такая, там где-то, где-то, не должен работать. Вот должен быть. Не компьютер, не игры. Если на тебя никто не нападает, ты подумай сам. Если враг хвалит, подумай, какую глупость ты допустил. Враг просто так хвалить не будет, если он не обратился. А если покаялся, тогда вопрос другой. И каждый раз, а у вас было такое, всякое было. Он пришел ко мне убивать меня, убить. на убийство сорвала жена капитана и двое пришло. А я там занимался в багерной рубке, она билю разбешивает. А когда я уезжал, внезапно, он подошел ко мне со слезами, боснул, прости меня. Вот тогда, помните, мы заходили, мы пришли убить тебя сзади. И через борт никто бы не нашел в море. Я говорю, за что? За что? Есть за что? У меня бабка верующая была, а я хулигалистый был. И она отцу жаловалась, а он был проводником. У него офицерский ремень, портупея такой, узкий где-то. И он меня порол до потери сознания. И я сказал, вырасту, я отомщу этим верующим. Вот вы встретились с верующим, я решил отомстить. Я ни бабку не знаю, ни портупея не медал. А при чем тут я? И когда он сказал это, а был штиль полный, и мне казалось, корабль закачался. А эти-то знали, и меня гудок, дали полный гудок и прощание с кораблем. Понимаете, это особая-особая честь считается, что меня повезли на катере, и катер дал. Круг почета, круг почета. Да. Это Бог делает так. И все это вспоминаю, и думаю, ой-ой-ой. Ну, у кого-то такое было, что Библию любил, уходил в тайгу, одному, чтобы не мешали считать. И чтобы суббота на воскресенье не ходить, я залез на березу, свил гнездо, как шимпанзе. И там ночевал. И проснулся, конечно, рано, луна там светится, помню, в распадке, в язинке там, туман идет, и я один на березе, полная тишина, и прижимаю Библию к себе. И рассвет встречаюсь с пением Христу. Один в тайге. А почему любовь? Это первая любовь. Почему, говорится, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь? А теперь вопрос, а была ли она у тебя любовь? А что такое первая любовь? Она первая любовь неразумная. А я с первого взгляда, значит, разозревайтесь со второго. Игнатина, сейчас, что за тайга-то была? Тайга, где это? Да, тайга, это только разговор большой, но лес большой. На Амуре это где-то было? Нет, в Латвии. А, в Латвии. Откуда там тайга-то? Там есть такие лес, Это не красноярская тайга. Ну да, я понял. Ну я ушел далеко, на пути, допустим, часа три, идти вглубь. И там был один. Дебри, Дебри можно назвать, да? Да, Дебри. И вот я вспоминаю это не один раз. Почему? Первая любовь. И вот в обед-то рядом работаем, я нашел там верующие, они пятидесятники, ну разницы нет. А, жена ко мне расположена была, ребятишки, я на пол лягу у них, они по мне играют, как вот твои ребятишки, это, ваши ребятишки, на Игоре ползали там где-то. Я считаю Библию, обед. И она спросит, ну я ел? Ел? Я не знаю, ел я или нет. Я не знал. Вот такую и дал любовь, что если бы дальше продолжить, умер бы с голоду, наверное. И поэтому, люди, когда говорят, через вас я узнала Библию, то другое, это легко познавать, потому что, как говорят, флюиды исходят. А я подумал, в тайге, я себя представляю в тайге, там же комарики, мешка, думаю, это круто. Комаров ничего не было, это кажется, к осени ближе было. Ну там не осень хватает. Пошли еще дальше. А все? Давайте комментарии прочитаем, и все. Я один вопрос задаю, почему комментарии, 900 лет прошло, никто не дал, ни одного комментария. Очень. Вопрос один. Почему на блаженного Фепелакта ни один человек не давал комментарий, 900 лет? Ох, я их раздражаю, папу. А вы знаете, почему? Я говорю, знаю. А почему? Потому что я еще не родился. Как вы о себе думаете? Я говорю, Андрей Криско, 1200 лет. Почему никто не понял, что это о к оглашенном, не к тем христианам, которые для Бога трудятся? Как? Помилуй имя Божье. Второе, это благодарность и третье слабословие. А правда, а почему нет? 1200 лет. А потому что я не родился еще. А оно соответствует действительности. Ну, а то уж слишком, говорит, другое бы сказал, а вы о себе. Павел говорит, вам надлежало хвалить меня, а вы поносите. Я это выставляю. И 2.13 Якова. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. Значит, не все прячется под столом? Нет, конечно. А почему? Оно радостно. Сейчас начально на меня подать. Вот еще так одеты. А тут выступил один. Ну, я даже мог бы назвать его, кто он был здесь. А вы знаете, сколько людей на его попечении? Не на моем, на Божьем. Моего еще нету. Так, сразу спрошу, продукты какие нуждаетесь? Что там нет у вас, не хватает? Картошка есть? Картошки нету. Картошки нету. Теперь, каких круп сахару? Сахар по ревному слову, чтобы отец не видел и не прикасался. Никак. Скажите ему, нельзя. Я умоляю его. Не заклинаю, а умоляю. Не трогать. Он может брошку сделать. Подумайте, что надо. И следующее воскресенье, не нахват. Брату Андрею Голубачу и он вам увезет. Хорошо, спасибо. Мы едим все, что у нас есть. Рожки прочие. А рожки там, видите, тоже. Вермишелька. Ну, а ты вот такие длинненькие есть. И манка, и перловка есть у нас, и дробленые горохи. Перловку возьми, свалить, я тебя научу. Едет, ты сдала свой экзамен? Все, что было, надо сделать. Сейчас мы плотною занимаемся крыльчим. Крыльчим мешок. Не забывай, а курсовик этот, ты уже его просрочила или еще нет? Мы его еще только готовим. А, готовите? Да. Ну, у тебя время есть. Ты переставай давай болеть, а? Займись зарядкой, начинай там. Немножко обтирайся полотенчиком холодненьким. Чего ты такая? Ей просто закаляться. Я тебе говорю. Вот я про это и говорю. На балкон ее пускай там. Сережа, я вам в следующий раз цифру принесу. Хотел сказать, что у нас на этой неделе практическая неделя, то есть по анатомии будем практики проходить. Дать или дать, по-второму. Будем сидеть в кабинете, записываем немножко, потом спускаемся к животным у нас в нашем ветеринарном корпусе. Есть коровы и кролики, как мне сказали, вроде еще бараны есть. То есть спускаемся и нам показывают, объясняют на животных. Где хвост, где головы? Практическая работа, да? Где глаз? А просто ознакомление. Давайте помолимся. Я поняла, что она... Достойно миссия Хова истину, Моложите Тя Богородицу, Пресновлаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херудин, И славнейшую без сравнения с Ерапин, Без истинья Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величая. Алифтина, помолись. Слышь, Небесный, Мы благодарим Тебя и славим За любовь Твою, За милость, За хромой жизни нашей, Господи. Храни нас в руке своей. Ты видишь, Сколько мы получаем здесь. Помоги в памяти Все сложить и сохранить, Притворить в жизнь. Благослови нас. Храни наше доброе расположение Друг другу Тебе славим, Благодарим, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Еще минутку, Это звонили, Татьяна звонила, Валентина Кравченко, Это снотал. Ее инсульт по телу лежит в РТП, Восьмая палата, Неврология. Валентина Чернявская. Это Чернявская сестра. Кравченко, да. Инсульт. Она же просила, Чтобы эту неделю, Она вот перед ней не может, С понедельника по пятницу, Чтобы мы ее посещали. Там надо фанкции смотреть. Она уже все. Вам нет. Она хромочная. Отдельно больная. Пойдемте, я вам покажу все. Мы в понедельник. Идите сюда. В понедельник.